Я бы хотела рассказать сегодня, как с помощью онлайн-курса мы смогли систематизировать корпоративную базу знаний, подружить коллег и увеличить лояльность клиентов. Прежде всего, уточню, что мы работаем в сфере digital. Digital – это такая сфера, такой рынок, который постоянно меняется, эволюционирует, создаются новые продукты. И глубокое знание этих продуктов, оно критически важно для того, чтобы компания продолжала успешно развиваться на рынке. Кроме того, мы работаем не просто в digital, мы работаем в программатик. Это более узкая и сложная ниша в digital, то есть автоматизированная закупка интернет-рекламы. И практически вся информация у нас проходит через отраслевые термины. То есть, например, CPM – cost-pay-mile, стоимость 1000 показов – это один из многих терминов, понятия которых не просто нужно знать, нужно понимать, как это строится, то есть знать формулу для того, чтобы понимать, о чем идет речь в диалоге. Немножко расскажу про нашу компанию. GetIntent – это как раз технологическая компания, которая владеет платформой по автоматизации закупки рекламы. То есть к нам приходит клиент, рекламодатель и говорит, я хочу показывать свою рекламу определенной целевой аудитории. Мужчинам от 30 до 45 лет, которые проживают в Москве и, например, интересуются покупкой автомобиля. И наша платформа находит такую целевую аудиторию и показывает рекламу только ей. У нас в компании есть два формата взаимодействия с клиентами. Первый – это full-service, когда мы полностью берем на себя ведение рекламных компаний, то есть всю работу с ними. И self-service, когда наша команда обучает клиентов и они уже сами ведут рекламные компании. С нашими клиентами взаимодействуют три команды. Почему это важно? Потому что именно эти три команды являлись нашей целевой аудиторией, одной из, для нашего онлайн-курса. Первая команда – это sales-менеджеры. Это ребята, коллеги, которые подсказывали клиентам, какие именно диджитал-продукты нужны им, исходя из их целей. Вторая – это аккаунт-команда. Это коллеги, которые занимаются медиапланированием, помогают распределять бюджеты. И третья – это adopts-менеджеры. Это команда, которая собственноручно, руками ведет рекламные компании, оптимизирует их, обучает клиентов self-сервиса и организовывает техническую поддержку. Как мы поняли, что нам что-то нужно делать, что нам нужна база знаний? У нас были несколько внутренних болей. Первое – это разрозненная коммуникация между командами. Ну, тут вот я бы хотела привести такой пример со слоном, может быть, кто-то знает эту историю, когда трех слепцов, вот у нас есть три команды, трех слепцов подвели к слону для того, чтобы они его пощупали и поняли, как он выглядит. И кто-то взялся за хобот, кто-то за хвост, кто-то за ухо, и каждый из них создал свое представление о слоне. И потом они спорили, как же все-таки выглядит слон. Вот у нас точно так же произошло с командами, поскольку каждый из трех команд в силу своей специфики работала с определенной частью продукта и видела этот продукт со своей стороны, у них появились разночтения каких-то понятий, каких-то инструментов. И если внутри команды сотрудники друг друга понимали, то между командами процессы происходили сложнее, длиннее, так как приходилось несколько раз по-разному пытаться объяснить, что ты хочешь. Вторая боль – это необходимость поддерживать высокий уровень знаний у команд. То есть продукт технологичный и сложный, и постоянно появляются новые фичи, инструменты, поэтому командам обязательно нужно было знать все эти новые фичи досконально для того, чтобы уметь с ними работать. И третья боль – это временные затраты наших групп-хедов на онбординг новых сотрудников. Так как у нас достаточно часто расширяется команда, на обучение новых сотрудников уходит много времени, и это отнимает время от прямых задач наших групп-хедов. Нам нужно было автоматизировать этот процесс. Кроме внутренних болей у нас были еще и внешние задачи. Первое – это сокращение времени, которое тратит Adobe's команда на обучение селф-сервис клиентов и на их техподдержку. Кроме того, конечно, у нас всегда есть задача фулл-сервис клиентов перевести в селф-сервис, для того, чтобы разгрузить нашу команду Adobe's, для того, чтобы они могли заниматься новыми клиентами. Кроме этого, наверное, перманентная задача бизнеса – это повышение лояльности клиентов, потому что чем больше они любят твой продукт, тем больше они с ним работают. Соответственно, эту задачу мы тоже всегда имели в виду. Почему мы поняли, что нам нужна именно школа, академия? Почему онлайн-курсы, не база знаний типа Википедии и так далее? Вообще у нас были уже статьи в Confluence, их было очень много информации, было очень много, и были еще обучающие видео на YouTube, на отдельном канале. Но это все было разрознено, не было единой точки входа, не было структуры, последовательности. И нам нужно было создать вот этот путь от общего к частному, для того, чтобы адаптировать эти знания, адаптировать всю информацию для людей с разным уровнем знаний в программатике. Кроме того, информацию нужно подавать не только в одном формате, в текстовом. Нужно ее подавать еще и в качестве презентации, лекций и так далее. Соответственно, разные форматы материалов не вставить в статьи. Поэтому нам нужно было сделать что-то такое, что позволило бы нам передавать информацию, при этом последовательно, но еще и в разных форматах. Кроме того, нам нужно было видеть статистику, прогресс наших студентов, прогресс наших сотрудников, клиентов, для того, чтобы потом точечно проходиться по пробелам, которые остаются, и тратить меньше времени на решение каких-то задач. Подготовкой курса у нас занималось несколько команд. Курировали курс команды маркетинга, и руководитель отдела Adops, это Даля Киселева, она же у нас эксперт. Вместе с ней экспертом был Семен Кудрякцев, это руководитель аккаунта отдела, то есть эти два эксперта вели у нас видео лекции. И готовили контент коллеги из отдела Adops, так как они больше всего соприкасаются с платформой, они работают там руками, обладают наибольшей экспертизой, соответственно, эту работу мы решили отдать им. Расскажу про сам процесс подготовки курса. В первую очередь нужно обязательно сделать структуру. То есть если у вас не будет структуры курса, вы не будете видеть путь. Это, знаете, как плыть по течению реки и знать, куда ты течешь, либо плыть в море, и можно уплыть совсем не туда. Когда у вас есть путь, когда есть такая прям структура, вы понимаете, что делать, как организовывать работу, куда вести студентов, какие уроки вам нужны. Как я уже сказала, у нас было очень много информации, и списки статей, и обучающие видео, и записи обучающих лекций. Также у нас были структуры он-бординг лекций для новых сотрудников. Также записи наших встреч, обучение клиентов в селф-сервис, плюс выступления публичные. То есть информации очень много. И я скажу сразу, мы практически всю информацию использовали, так как мы считаем, что лучше будет больше информации, которая будет раскидана по урокам, по разным темам. И просто если студент считает, что ему эта информация не нужна, он ее не будет сейчас изучать. Но если она ему понадобится, он всегда сможет ее найти. Кроме того, у нас была логика. То есть нам нужно было понять, что наши студенты – это как ученики. И нужно их вести от первого до одиннадцатого класса. То есть от общего к частному, от теории к практике. Соответственно, у нас получилось три модуля. Первый модуль – это общая теория, где мы рассказываем, в принципе, про программатик, про экосистему, процессы, игроков и так далее. Второе – это работа в платформе. Там мы знакомили с интерфейсом платформы, рассказывали про инструменты. И уже в третьем модуле, в аналитике и оптимизации, мы показывали процесс работы с этой платформой. То есть это была практика. И сейчас у нас есть два уровня сертификации. Первый – это теория, то есть обучение и прохождение тестирования по итогам обучения. Она полностью автоматизирована. Мы решили эту проблему с затратой времени на онбординг, на обучение. И второй уровень сертификации – это практика, когда выполняется практическое задание, то есть заведение рекламной кампании. Этот уровень уже больше для сотрудников и для клиентов self-service, то есть для тех, кто хочет не просто знать программатик, но и уметь владеть нашей платформой, уметь в ней работать. Почему у нас два уровня и почему я сказала, что первый не только для клиентов и сотрудников, я расскажу чуть позже. После того, как мы разработали структуру курса, мы назначили ответственных, обозначили дедлайны. И после этого наши AdOps-менеджеры принялись собирать материалы, которые у нас были, смотреть типичные вопросы, смотреть, какие были темы, соединять их в тему уроков, которые мы разработали, когда делали структуру курса, и актуализировать, где-то что-то убирать, где-то что-то дополнять. После того, как они собирали эти уроки, они их отправляли на техническую проверку Даля, то есть главному куратору Академии, и она уже проверяла, все ли соответствует правде и так далее, все ли актуально. Когда техническая проверка была пройдена, материалы отправлялись к нам в маркетинговый отдел. Мы уже стилизовали текст под более публицистический, я расскажу почему в следующем слайде. И после того, как мы уже пережевывали, так скажем, для студентов с разным уровнем знаний этот текст, мы отдавали его на финальную проверку, чтобы все технические моменты были соблюдены. Во время подготовки курса мы столкнулись с несколькими моментами. Первый момент – это синдром профессионала. Как я уже сказала, мы стилизовывали текст. Получилось это потому, что наши сотрудники, Adobe's менеджеры – это все-таки технические люди. Мы поняли, что многие вопросы, типичные от клиентов, они могли быть решены с помощью статей, но их надо было рассказать так, как будто бы ты рассказываешь ребенку. То есть всегда, когда вы готовите онлайн-курс, либо статьи, неважно, когда вы передаете информацию, знайте, что этот человек может чего-то не знать. То есть у него может не быть бэкграунда, он может не разбираться в программатике или в любой другой вашей сфере, области. И важно ему разжевать эту информацию для того, чтобы он не задавал вопросы внутри головы, потому что не всегда все задает вопрос вслух, но эти вопросы могут оставаться. Их нужно максимально… Ну, возможность этих вопросов нужно максимально убрать. Кроме того, у нас было очень много информации. И опять же, повторю, мы считаем, что лучше будет больше информации, и пусть она остается невостребованной, но когда-то, в любом случае, придет ее час, и эта информация, она поможет кому-то решить свои вопросы. Кроме того, как я уже говорила, была разница в описании многих инструментов. И как мы ее решили? Мы создавали урок, потом мы с этим материалом шли в другие команды, они читали какие-то описания инструментов, говорили, что им непонятно, и мы еще раз переформулировали эти понятия, эти термины так, чтобы добиться общего понимания, то есть чтобы добиться унификации этих терминов. И после этого такие термины, они действительно спасают в коммуникации. Ну и могу привести один кейс. Мы получили много инсайтов, в том числе наши аддокс-менеджеры, например, был такой момент, когда они готовили урок про сторонние системы аналитики, и для того, чтобы отправить информацию в сторонние системы аналитики, нужно ее зашифровать. Так получилось, что код в каждой системе отличался, то есть шифровался определенным способом. И если до этого сотрудники не задумывались, почему там код такой, а здесь код другой, то сейчас для того, чтобы объяснить сотрудникам, объяснить студентам, почему именно так шифруется код, наши сотрудники, наши аддокс-менеджеры ходили к разработчикам, узнавали у них, и потом довольные возвращались, потому что они тоже получили какие-то новые знания, и немножко укрепились в своей экспертизе. Между прочим, это такой обмен опытом, он действительно важен для того, чтобы, в принципе, еще больше укрепить команды и отношения между ними. Если поговорить о стилизации текста, я привела вот два примера до и после стилизации. То есть такими, этими примерами я хотела показать, что в каких-то моментах нужно убирать воду, то есть текст нужно максимально сокращать, единственное, что, конечно, нужно смотреть, чтобы он оставался максимально информативным. И в других случаях, как, например, с определением термина «макрос», мы максимально рассказываем об этом термине, учитывая то, что у кого-то может не быть бэкграунда в программатике. Это то, о чем я говорила. Рассказывать, объяснять, пусть с нуля, пусть это будет дополнительная информация для кого-то, но такие объяснения, они помогут рассказать вашу информацию всем. То есть неважно, работал ты с программатик 5 лет или ты только пришел. Это очень важно для онбординга новых сотрудников, потому что, например, те же сейлс-менеджеры, они могут прийти совершенно из другой сферы. Когда ты делаешь онлайн-курс, возникает в какой-то момент вопрос, как правильно выбрать формат для своего урока, для каждого урока. Мы опирались на то, что лучше рассказать максимально информацию, передать ее через формат презентации. Почему? Потому что картинки, они спасут мир. Чем меньше текста и чем больше иллюстраций, тем лучше воспринимается и запоминается информация. То есть это как читать книжку и комиксы. Книга, она информативна, да, но если ты можешь засунуть текст, превратить его в иллюстрацию, лучше это сделать, потому что комиксы яркие, они запоминаются, и они визуально дают информацию ту, которую текст, ну, можно было бы передать большим объемом текста. Вот, например, в данном уроке мы пытаемся передать экосистему, процессы, как работает программатик. Если бы мы это писали текстом, это был бы большой объем текста. А здесь одной иллюстрацией, в принципе, мы попытались передать все процессы, и я считаю, что это хорошо запоминается. В принципе, моя команда с этим согласна. Приведу еще несколько примеров наших уроков презентаций. Также, если вы работаете с какими-то таблицами, то таблицы тоже можно оформить очень красиво, ярко, запоминающе, как мы это сделали на этом слайде. Если у вас не получается создать формат презентации, то есть действительно нужен текстовый урок, у нас таких уроков тоже очень много, ничего страшного. Да, информации может быть много, просто пытайтесь разбить ее максимально на части, для того, чтобы каждую мини-тему вставить в определенный блок с одним отдельным заголовком, причем сделать заголовки лучше ярко, чтобы они бросались в глаза, и чтобы, например, можно было прервать изучение урока и вернуться к нему через пару дней. И не было такого, знаете, разделения знаний, то есть можно просто выучить мини-тему одну, а потом вернуться к следующей. И тогда не будут знания делиться на временные какие-то отрезки. Кроме этого, мы пришли к выводу, что инфинитивы не так хорошо работают. Лучше использовать побудительные глаголы, то есть вместо того, чтобы написать «можно использовать», «можно нажать», «можно открыть», пишите «используйте», «откройте», «нажмите». Прямо говорите инструкции своим студентам, так они будут их воспринимать легче, им легче будет их вспомнить потом, когда дойдет до дела. Ну и, конечно же, действительно нужно сокращать максимальную информацию, то есть делать короткие предложения, убирать вводу, главное – оставить информативность текста. И если у вас есть возможность подтверждать текст иллюстрациями, как это делали мы, так как мы описывали инструменты платформы, но также есть еще и интерфейс, обязательно добавляйте иллюстрации. Вот, например, здесь я привожу пример, как мы рассказываем про код. Если нет возможности подтвердить этой иллюстрации, мы пытаемся как-то разграничить текст, информацию цветом, блоком, плашками, неважно. А здесь у нас есть возможность подтвердить текст иллюстрации, и мы максимально даем понять студенту сначала, что это за инструмент, а потом где он, как его найти, и как с ним работать, что нужно нажать. И никогда не игнорируйте описание уроков. То есть если у нас есть база знаний с единой точкой входа, с оглавлением, для того, чтобы не приходилось студенту каждый раз заходить в отдельный урок, можно просто сделать описание уроков, вставить в это описание список всех мини-тем, которые встречаются в этом уроке, и тогда студенту либо сотруднику будет удобно просто в режиме оглавления найти ответ на свой вопрос, увидеть то место, где он сможет его найти. Кроме презентаций и текстовых уроков, как я уже говорила, у нас были скринкаст-инструкции и видео-лекции. То есть некоторые моменты удобнее всего показать действиями в процессе. Например, когда мы работали с третьим блоком, с третьим модулем нашего курса, это с оптимизацией и аналитикой, мы большинство уроков передали в формате скринкаст-инструкции. То есть инструктор показывал на экране, как, в какой последовательности, что делать, какие кнопки нажимать, какие настройки, какие делать настройки, что настраивать и как. Если, например, у вас информация должна подтверждаться большим количеством примеров, опять же, подойдут видео-лекции. То есть, да, у нас есть эксперты, которые очень хотят поделиться своим опытом, очень хотят рассказать про примеры. И это одна из многих проблем, да, точнее, одна из проблем у многих, когда у эксперта очень много информации и непонятно, как ее записать, как ее передать студентам. Мы решили, что в таких случаях можно делать уроки в виде презентации либо текста и дополнять их видео-лекциями. То есть студент сам решает. Либо он посмотрит и то, и другое, и прочитает текст или презентацию изучит, и посмотрит примеры, либо он только посмотрит теорию, либо он уже хорошо разбирается в теории, и ему нужны просто примеры. И тогда он посмотрит видео-урок. Причем существует такой миф, что создавать видео-уроки – это трудно, дорого, невозможно. Нет, мы, например, создавали видео-уроки, используя наше оборудование, наше помещение, и в качестве сценария выступает структура урока. То есть если эксперт знает, что ему нужно рассказать, знает последовательность, он просто будет рассказывать на камеру то, что ему нужно. Если у вас есть помещение, например, переговорки, либо вы можете снять каворкинг, пожалуйста, да даже обычная стена с однотонным фоном, она подойдет для того, чтобы рассказать на ее фоне ту информацию, которую вы хотите передать. Если у вас нет доски, но вам нужно что-то писать, купите флипчарты. Когда мы готовили онлайн-курс, мы покупали флипчарты, я знаю, что стоимость варьируется от 3 до 5 тысяч, и потом вы можете эти флипчарты использовать в течение долгого времени. Это очень удобно, и я считаю, что не очень затратно для компаний. Если у вас нет собственного оборудования, да, нам повезло, у нас был штатив, камера, микрофон и так далее. Но если у вас их нет, вы можете просто спросить у сотрудников. Многие сейчас имеют дома штативы, у многих сейчас айфоны последних моделей, которые хорошо снимают. Для онлайн-лекции, для видеолекции не так важно качество картинки. Качество картинки важно для художественного фильма. Но если вы хотите передать информацию, важно, что говорит ваш спикер, а не насколько четкое и красивое изображение. Поэтому не бойтесь, и видеолекции – это действительно очень крутой формат для того, чтобы передать вашу информацию. При этом могу рассказать один кейс. У нас Семен, который является руководителем аккаунта дела, он отличный эксперт, он круто обучает своих сотрудников, но у него не было опыта работы с камерой, то есть он не является спикером для камеры. И ему было очень сложно сосредоточиться, он выходил из зоны комфорта, он не мог рассказать информацию, что мы сделали. Мы разбили видео на несколько мини-фрагментов, по два, три, пять предложений. И мы разбили его структуру лекции, так, чтобы он мог зачитать несколько раз по несколько предложений, после этого мы это записывали, он снова репетировал и снова записывали. В какие-то моменты мы включали камеру, не предупреждая его, и он просто замечательно начитывал свою информацию на камеру, потому что он думал, что она выключена. То есть выхода из зоны комфорта не было. Это здорово. И если вы хотите максимально скрыть тот факт, что видео нарезано на несколько фрагментов, просто вставьте между этими фрагментами слайды презентаций, и никто никогда не заметит подвоха. После того, как мы подготовили онлайн-курс, мы запустили его внутри команды, обучение и прохождение теста были обязательными. И для того, чтобы их встретили позитивно, наши сотрудники, наши коллеги, мы провели такую небольшую геймификацию. Мы организовали номинацию «Программатик-эксперт-команды» и обещали сотрудникам, которые покажут наилучшие результаты по прохождению теста внутри команд, провести такое торжественное награждение мерчом. Причем у нас есть классный мерч, и наши сотрудники всегда рады, когда его получают. Это спортбутылки, пауэрбэнки, и, кроме того, это все должно было быть торжественно, и их номинация должна была действовать в течение года, столько же действует сертификат, либо до следующего тестирования. Таким образом, наши сотрудники поняли, что вот это образование, этот онлайн-курс, это не только возможность прокачать свои навыки и где-то углубить экспертизу, но еще и такой небольшой способ утереть нас, коллегам. Мы считаем, что это классная идея, когда вы не знаете, как своих сотрудников мотивировать пройти какое-то обучение. Как у нас прошел запуск? Сначала мы провели тестирование до обучения, дальше мы дали сотрудникам месяц на обучение, на исследование всех этих материалов, и спустя месяц мы провели то же самое тестирование. Это тестирование у нас сейчас вшито в онлайн-курс, и все автоматизировано, как я уже говорила, но в тот момент нам нужно было сравнить результаты до и после обучения. И уже после второго тестирования мы отдавали результаты наших сотрудников их тимлидам, и они уже по каким-то оставшимся пробелам индивидуально проходили за своими сотрудниками. И как мы поняли, что все работает? Если до обучения у нас в среднем коллеги показывали результат 29 правильных ответов из вопросов, то после обучения количество правильных ответов выросло до 34. Мы считаем, что это очень крутой результат, это почти 20% роста. При этом стоит отметить, что вопросы в тестировании они не носят общий характер. То есть вопросы в тестировании это такие мини-задачи по работе с платформой, это вопросы на засыпку, вопросы на знание каких-то тонких деталей и не широких инструментов в применении. И если сотрудник знает ответы на эти вопросы, то он знает ответы на более широкие вопросы, потому что без знания ответов на более широкие вопросы они не смогут ответить на эти. Кроме того, с февраля, когда мы провели вот это второе тестирование, уже после обучения, по май мы видим, что у нас ускорились рабочие процессы. То есть сотрудники действительно начали применять вот эти унифицированные термины, понятия, они стали друг друга лучше понимать и сократилось время на решение каких-то рабочих вопросов. Кроме того, нам повезло, во время подготовки и проведения вот этого первичного этапа запуска онлайн-курса у нас в команде, в компании прибавилось 3 сотрудника. При этом в каждой из трех команд, на которые мы делали онлайн-курс, прибавилось по сотруднику. И более того, селс-менеджер пришла из другой сферы. И мы вместо онбординга впервые дали им этот онлайн-курс для обучения и для прохождения тестирования. И уже по результатам тестирования они набрали 28 баллов из 35. Для тех, кто только пришел в программатик, только начал им заниматься, мы считаем, это крутой результат. И это действительно сократило время наших тимлидов на онбординг новых сотрудников. То есть мы решили эту проблему с автоматизацией процесса и с разгрузкой наших сотрудников. запустили для клиентов, поняв, что все работает, и там подтянув какие-то небольшие недочеты, онлайн-курс мы в феврале. Мы выпустили одну новость и выпустили одну рассылку для клиентов. И спустя месяц у нас уже было почти 300 студентов. То есть наши клиенты, понимая, что им это будет полезно и необходимо, сами приходили в нашу академию, мы называем ее программатикой академии, они изучали материалы, проходили тестирование, и по результатам тестирования мы видели, какие пробелы у них остаются. И мы можем утверждать, что действительно наше обучение, оно заменило вот эти очные встречи наших сотрудников с клиентами. При этом хочу отметить, что раньше очные встречи занимали до двух часов, при этом в неделю проходило до шести встреч. То есть мы понимаем, что от шести до двенадцати часов в неделю на обучение клиентов мы сократили. И это круто. Кроме того, конечно, невозможно игнорировать этот момент, в конце марта объявили карантин. Все ушли на удаленную работу. Начали запускаться онлайн-курсы бесплатные, либо со скидками. Мы поняли, что это крутой знак для того, чтобы открыть нашу онлайн-школу для всех желающих. То есть не только для селф-сервис клиентов, но для клиентов, партнеров, поставщиков, других игроков рынка, даже конкурентов. И мы рады, что мы можем поделить свои экспертизы с конкурентами. Это действительно помогает, я надеюсь. И мы видим, что за два месяца наше количество студентов увеличилось в два с половиной раза. То есть люди приходят в онлайн-курс, проходят обучение, проходят сертификацию, тестирование, получают эти сертификаты. И даже три агентства, как мы заметили, в процессе просмотра статистики в обязательном порядке привели к нам студентов на обучение. При этом, могу еще немножко похвастаться, в апреле или в мае мы даже попали в подборку лучших онлайн-курсов по версии Forbes. То есть я считаю, что это отличный результат, который мы видим, и мы понимаем, что это действительно работает. Сократилось количество каких-то простых вопросов от наших клиентов. Например, почему у меня не запускается рекламная кампания, хотя знание инструментов, знание настроек и как они работают, оно предотвратит этот вопрос на корню. Мы видим, что все работает. И при этом, что дает программатика Академия клиентам? Клиенты не должны теперь ждать, когда освободится наш сотрудник, для того, чтобы их обучить. Они в любое время для себя удобно могут зайти в этот онлайн-курс, пройти обучение, пройти тестирование, получить сертификат. Если у них остаются какие-то вопросы, они могут задать их в чате кураторам. Это те же самые Adops менеджеры, которые ведут техническую поддержку у наших клиентов. Либо задать вопрос напрямую в почте. То есть это два канала общения с нашей командой. У них появился дополнительный канал. Для нашей команды это словарь терминов, который действительно упростил коммуникацию. Мы это видим по сокращению времени решения каких-то вопросов. Кроме того, наши Adops менеджеры и наши Team Lead перестали тратить столько времени на обучение сотрудников и клиентов. У них сохранилось время на прямые задачи. И таким образом наша компания может взять на себя еще больше нагрузки, еще больше клиентов. Для бизнеса, конечно, со стороны маркетинга обязательно нужно просматривать еще и бизнес. Глубокое понимание всех инструментов платформы, оно позволило нашим клиентам шире их использовать. И больше обращаться к нашей платформе как к инструменту рекламы. То есть мы это видим по увеличению числа рекламных кампаний, которые проводятся в нашей платформе с селф-сервисом. Кроме того, есть один свежий кейс, когда к нам пришла заявка от нового клиента, и до этой заявки было сказано, что клиент увидел наш онлайн-курс, пришел в онлайн-курс, изучил материалы, понял, что платформа здорово работает, и он готов с нами работать. То есть можно сказать, что мы стали таким экспертом-другом на рынке для всех его игроков, и мы можем свою экспертизу показывать рынку, при этом рынок начинает нам больше доверять. Наш проект – это открытая книга, и что мы хотим делать дальше? Во-первых, мы поняли эту тенденцию сертификации агентств. Если три агентства пришли к нам с просьбой сертифицировать в обязательном порядке их коллег, их сотрудников, то почему бы это не сделать в целом, в общем. Таким образом, мы запускаем сертификацию агентств, и не только сотрудники, которые проходят онлайн-курс, получают сертификат, но и само агентство. И это агентство может показать свой сертификат своим же клиентам, рекламодателям, как доказательство их экспертизы в программатик. Тоже лайфхак. Кроме того, мы создаем программатик-комьюнити, то есть мы поняли, что не было сообщества программатик-специалистов на рынке, и мы стали первыми, мы это видим по количеству студентов в нашей онлайн-школе, и мы сейчас работаем над тем, чтобы создать платформу, которая стала страницей на Facebook нашей Академии, для того, чтобы любой программатик-специалист смог обратиться с вопросом, либо рассказать свой инсайт, либо каким-то образом поднять свою экспертизу внутри сообщества. И для того, чтобы мотивировать программатик-специалистов развиваться, мы еще и создаем онлайн-соревнования, которые в будущем будут проходить на той же странице. Я могу рассказывать много о своем проекте, в том, что я его люблю, но было бы здорово получить обратную связь, поэтому, пожалуйста, если вам интересно, посмотреть просто, как работает онлайн-курс, либо вы вдруг заинтересовались программатиком, это будет очень здорово, если вы зарегистрируетесь в нашей Академии, посмотрите материалы и пришлете фидбэк либо на общую почту, либо мои контакты также есть на слайде. Если у вас возникнут вопросы, идеи, комментарии, я буду очень рада. и давайте дружить. Наталья, огромное спасибо. Сейчас у нас будет сессия вопросов-ответов, и, кажется, первый вопрос уже на подходе. но при этом кажется, что у автора вопроса что-то случилось с интернетом, и нам не удалось его послушать. да, но у меня на самом деле тоже есть как минимум один вопрос, который всю дорогу меня интересовал. Я сам на самом деле и курсами занимаюсь время от времени, и учу людей, и для меня одна из больших и трудных задач, с которыми я постоянно борюсь, это составление заданий. Потому что, на мой взгляд, курс это же не только лекция, не только в один канал передачи знаний, но это еще и какая-то практика, которую мы хотели бы людям донести, хотели бы людям дать. И особенно в рамках длинного курса, наверное, это важно, давать им какие-то задания, давать обратную связь. Вот есть ли что-то такое в вашем курсе, и есть ли какие-то лайфхаки на тему того, как именно практические задания людям давать, прикрепляя их к, не знаю, урокам или как-то еще? Ну, для того, чтобы максимально автоматизировать процесс обучения, нам пришлось отказаться от промежуточных заданий, поэтому мы больше даем информацию, и потом в качестве такого завершения итога мы проводим тестирование. И потом для всех желающих, кто хочет дальше пройти, в следующий уровень сертификации, мы даем практические задания. То есть это задача на заведение, оптимизацию рекламной кампании, аналитику рекламной кампании. Это уже такое больше, как, знаете, когда проходишь экзамен, ты сдаешь тестирование, это вот первый вариант, первый уровень сертификации, и когда ты защищаешь диплом, то есть ты его готовишь как собственный проект, и потом заполняешь форму ответов, присылаешь все ссылки на свои рекламные кабинеты, на результаты и так далее. Это вот как второй уровень сертификации. Поэтому, к сожалению, нам пришлось отказаться от промежуточных заданий, но мы сделали итоговые задания более обширными, крупными для того, чтобы сразу посмотреть статистику в принципе изучения всех материалов. То есть наши вопросы, они касаются всех материалов, которые мы даем в нашем курсе. Спасибо. И так, и у нас есть все-таки вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что вы сделали в курсе такой акцент на то, чтобы очень подробно рассказать материал. То есть, грубо говоря, для новичков. Вы в компании не столкнулись с каким-то негативом на тему того, что вот я вроде это уже знаю, а мне необходимо это повторять? Да, именно поэтому я говорила о том, что нужно информацию делить на множество блоков и множество подтем, для того, чтобы те, у кого нет знаний о сфере, ну, вообще, в принципе, никаких знаний, они могли пройти все. А те, у кого уже есть какой-то бэкграунд, они могли прочитать только ту информацию, которая им необходима. Соответственно, например, у нас есть отдельный урок, который представляет собой огромный словарь терминов, который мы искали, например, брали информацию из IAP, это отраслевая ассоциация, также сами выводили какие-то термины. Такой урок, он больше, наверное, подойдет тем, кто либо постоянно коммуницирует и должен четко понимать все термины, либо, наоборот, только входит в сферу и еще не знает ни одного из терминов. Но при этом никакого негатива мы не встретили, опять же, потому что те, кому была известна уже какая-то часть информации была известна, они просто к ней не возвращались. Ну, то есть пропускать там можно, это никак не влияет на успешность прохождения курса? Да, да, успешность прохождения курса, она ограничивается только прохождением финального тестирования. При этом мы сделали несколько попыток для того, чтобы в первой попытке можно было понять в принципе, какие там есть вопросы, насколько они узкие, потому что вопросы действительно узкие, на засыпку и в виде мини-задач, и уже потом, если где-то понимаешь, что остались пробелы, пройтись еще раз по материалам и снова пройти тестирование, но при этом мы перемешиваем вопросы для того, чтобы невозможно было, например, там запомнить ответы на вопросы, либо запомнить расположение ответов или вопросов, то есть все перемешивается. А вы на какой-то платформе это писали? Да, мы писали, мы очень долго выбирали платформу, не знаю, у меня сейчас показываются слайды презентации? Теперь да. Ага, отлично. Да, мы, я специально подготовила слайд, на всякий случай, если будет такой вопрос, мы выбрали GetCourse, ни в коем случае не рекламирую, просто говорю о том, что для нас это была самая удобная платформа, во-первых, потому что она очень большие возможности дает людям, которые умеют работать с кодом, то есть если ты, ну, если у вас есть сотрудники, которые могут прописать код, то вы можете свой онлайн-курс сделать в корпоративном стиле, организовать корпоративный домен, автоматизировать все эти процессы, то есть видеть и статистику прохождения курса, и статистику ответов, на какие вопросы были неправильные ответы и так далее. При этом там можно совмещать в одном уроке несколько форматов, как я уже говорила, мы в одном уроке опять-таки совмещаем и презентацию, и видео лекцию, либо скринкаст инструкцию, и текст, и плюс там есть чат с кураторами, если студент пишет в этот чат, то мы сразу же получаем письмо и можем очень быстро ответить на этот вопрос. Здорово, спасибо. Вам спасибо за вопросы. Наталья, спасибо за доклад. Мы сейчас переходим в Zoom, в дискуссионную зону. Я надеюсь, меня слышно. Алло, Наталья, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как слышно, как связь? Все замечательно, все хорошо. очень супер. У вас удивительный кейс, и хотелось бы поговорить про результат. Вы в начале доклада упоминали, что были внутренние боли про внутреннюю коммуникацию и про как вы поняли, что это пора делать именно в виде курса. Частая практика делать базу знаний, каким-то образом шарить статьи, отправлять ссылки. Вы подошли довольно-таки радикальным способом и сделали целый большой продукт, который самостоятельный по сути. И хотелось бы узнать, как вообще ориентироваться. Может быть, в компании пора начать делать свой собственный курс для внутреннего обучения сотрудников, для, может быть, клиентов компании. Как принять такое решение? Как к нему прийти? Ну, могу сказать сразу, у нас были не только внутренние боли, как я уже говорила, но и внешние задачи, и нам нужно было создать только один продукт, который решал бы и то, и другое. То есть действительно было не так много ресурсов для того, чтобы решать каждую задачу отдельно. Кроме того, почему не статьи, не Википедия, потому что у нас уже были статьи, у нас были огромное количество статей, наверное, штук 50-70, для нас это, в принципе, достаточно много, причем это было все в конфлюенс, кроме того, как я уже говорила, у нас были обучающие уроки на отдельном YouTube-канале, но, как мы выяснили, все эти статьи, они были написаны, то есть не было последовательности, не было структуры, и нам нужно было вести новых сотрудников от самого легкого к самому сложному, и мы поняли, что именно онлайн-курс это та возможность вести человека для того, чтобы он понимал весь этот путь. Мы считаем, что статьи, они все-таки больше для помощи, то есть, да, к этому онлайн-курсу можно возвращаться как к отдельным статьям, для того, чтобы они в любой момент могли помочь ответить на вопросы, но при этом, когда ты обучаешь нового сотрудника, и когда ты обучаешь нового клиента, важно увидеть его прогресс, увидеть его статистику, провести его, причем дать ему всю эту информацию структурно. Порой статьи, когда они просто написаны, они не позволяют пройти вот это вот все шаг за шагом, как по ступенькам по лестнице. именно поэтому мы выбрали онлайн-курс. Так получается из вашей речи, что самым важным было это все-таки внешнее обучение для клиентов, это было с большим приоритетом, чем внутреннее обучение. И то, и другое. Почему? Потому что у нас достаточно часто расширяется команда, и мы проводим онбординги, когда ты проводишь онбординг нового сотрудника, и этот онбординг касается очень сложного какого-то продукта, рассказывать очень много. И опять же, если посмотреть, у нас 20 уроков, причем уроки достаточно крупные, они разделены на мини-фрагменты, на мини-темы, но при этом информации настолько много, что если проводить обучение, то оно бы заняло очень много времени. При этом почему важно, то есть когда у тебя просто статьи, нет единой точки входа, нет вот этого оглавления, есть просто статьи. Если ты знаешь, как задать правильно вопрос и в принципе куда зайти, в какую статью для того, чтобы этот вопрос решить, да, ты можешь удобно пользоваться статьями, но если ты не знаешь, как задать вопрос, ты знаешь, там, например, вроде как есть с этим проблема, а потом входишь в урок, а этот урок, он более масштабный, чем просто какая-то одна проблема, которую обычно описывают статьи, и из этого урока ты понимаешь, что у тебя была проблема здесь, потому что ты в самом начале сделал что-то не так, и вот эта большая информация, вот этот урок, он дает больше возможностей решить свой вопрос. Вы, кстати, еще упомянули, что стали записывать видео, и особо классная история была с тем, как вы помогали человеку не выходить из зоны комфорта, чтобы записать. Я, честно говоря, пока доклад слушала, думала, очень круто, вы уговорили своих ребят записывать видео прямо на камеру, да еще с пониманием, что это будут смотреть новые клиенты, неизвестные люди, понятно, что не каждый на это пойдет. Так что... Да, но я поняла, на самом деле про мотивацию сотрудников я не сказала, наверное, потому что у нас есть, ну, наверное, у многих компаний есть такой механизм работы, когда ты выполняешь свои задачи, но при этом у тебя есть какой-то план, который ты должен выполнить. И для, например, рядовых сотрудников, как Adops менеджеры, мы вписывали подготовку этого онлайн-курса именно в план. А если мы говорим об экспертов, то наши коллеги, которые являются руководителями отделов, они на самом деле с огромной готовностью шли к подготовке этого курса, потому что для них в первую очередь это сокращение их временных затрат на обучение, потому что и вот этот эксперт Семен, который обычно обучает клиентов и сотрудников в своих бочных встречах, либо там по скайпу, либо это приезд в офис к нам или на сторону клиента, а тут ему нужно было один раз выйти из зоны комфорта, записать это видео и таким образом он решал проблему огромного количества этих встреч. А Даля Киселева, она у нас в принципе является главным куратором и она постоянно выступает с образовательными курсами, лекциями и для нее рассказать материалы еще раз для студентов было, наверное, как хобби. Вот она любит выступать. Дополнительная мотивация для мотивации. У нас тут еще в очереди вопрос от Алины, я сейчас ее подключаю в эфир. Алина? Добрый день! Мне понравилась очень история как раз тоже про Семена, да, как раз таки это показатель того, что компания человечная, на самом деле мне очень нравится, когда записывают именно людей, не какого-то нанятого холеного актера или актрисы, а когда вот тот самый Семен, который как бы работает в этой компании или та самая Маша, то это очень хорошо и классно. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы базой знаний не пользуетесь, я вот не поняла, вы ее совсем упразднили или вы ее ставили? почему спрашиваю, как вы решаете тот кейс, когда человек прошел обучение, человек сдал тест, все мы прекрасно знаем, что информация, которая после обучения, она с каждым днем из головы больше-больше улетучивается, вот как вы решаете тот кейс, что у меня есть вопрос, я прошла обучение и через месяц я хочу получить на него ответ? Я поняла вопрос, спасибо большое. Во-первых, прежде всего мы его решаем таким образом, что к этому онлайн-курсу есть доступ всегда, неважно, прошел ты тестирование, не прошел, если один раз ты зарегистрировался, там всегда можно возвращаться к материалам курса, при этом мы не упразднили нашу базу знаний, но она теперь больше внутренняя, то есть только для внутреннего пользования и к ней, честно говоря, все реже и реже возвращаться, потому что, как я уже сказала, курс мы построили на основе этой базы, то есть все те материалы, которые у нас были в базе, мы взяли, еще и дополнили и актуализировали, и нам проще в одном месте, зная структуру всех уроков, зная, что где находится, быстрее актуализировать эту информацию, то есть не нужно искать статью, не нужно заходить в отдельную статью, просто нужно найти урок и в этом уроке актуализировать, поэтому наши сотрудники уже тоже пользуются больше именно теми, той информацией, которая дана в онлайн-курсе, чем базой знаний, Поэтому на самом деле наш онлайн-курс, он в принципе представляет собой в какой-то степени ту же самую базу знаний, просто она более обширная и в разных форматах, не только текст и иллюстрации, как было раньше, но еще и где-то действительно вот когда информацию можно передать иллюстрациями, она представлена в форме презентации, это и клиентам понятнее, и нашим сотрудникам понятнее, и им даже приятнее возвращаться к такому формату, чем смотреть большие статьи, потому что статьи раньше были просто необъятные, большие, и вот это огромное количество текста, через который нужно пробегаться глазами, он заставлял отказываться от этой базы знаний, сотрудникам было проще подойти к коллеге и попытаться отвлечь его от его работы, чтобы узнать ответ на свой вопрос. Я поняла, а тогда смотрите, у вас получается это для внешних клиентов и для внутренних, и тогда мы сразу следующий вопрос, да, как бы, если это для всех, то как бы как оперативно вы записываете видео для новых, ну, по новой какой-то информации? У нас видео лекции записаны, сразу скажу, именно по общей части, то есть по той теории, которую важно знать всем, но при этом эта теория не меняется. Например, Семен, он по, ну, он же руководитель аккаунт команды, и аккаунт команды занимается медиапланированием и расчетами бюджета, соответственно, он рассказывал про то, как решать разные формулы, то есть как именно, ну, он рассказывал формулы, а формулы, они не меняются, поэтому нам повезло, что, и Семену, наверное, повезло, что это видео мы один раз записали, и, в принципе, нам больше не нужно его перезаписывать, вот, а остальные видео, они были удали, и, в принципе, пока что мы их не актуализировали, но если мы будем их актуализировать, например, в ближайшее время, сейчас, к сожалению, все находятся на удаленке, и у нас просто нет возможности даже физической для того, чтобы перезаписать эти видео, хотя именно удали видео включают в себя большое количество примеров, но, опять же, примеры классические, и они не меняются, и вот эти проблемы клиентов, либо понимание рынка процессов, как вообще все устроено в программатик, оно, опять-таки, не меняется, поэтому в принципе, информация остается актуальной, вот, но если ее перезаписывать, то мы просто перезальем видео в тот же урок, и новые студенты, они будут изучать информацию уже новую, актуальную, но, опять же, скажу, что, когда ты изучаешь программатик, даже если сегодня ты изучил его, и у тебя были одни примеры, а послезавтра, например, примеры будут другие, это не влияет на знание программатик, не влияет на знание инструментов, но могу добавить, что, когда у нас появляются новые инструменты, мы внутри онлайн-курса их, опять-таки, вставляем, актуализируем информацию, но у нас еще есть внутренняя рассылка, то есть ежемесячно мы отправляем по всем своим клиентам какую-то актуальную информацию о компании, о новых фичах, инструментах, наверное, тем самым мы решаем эту задачу, что старые студенты, они не увидят новую информацию, потому что... Наталья, получается, если подытожить, у вас две такие ключевые точки, первое, что программатик как дисциплина достаточно ограниченная область знаний и записанные видео, это такой достаточно необходимый объем знаний, а второе, есть дополнительная онлайн-рассылка, и эта рассылка посвящает обновления и сотрудников, и клиентов. Да, да, именно. Ага, у нас тут пара вопросов было, Александр почему-то сейчас пропал, надеюсь, переподключится, и еще есть вопрос от Ольги, я ее сейчас подключу к нам. Так, Ольга, добрый день. Здравствуйте, еще раз, а подскажите, возможно ли такая ситуация, что компания выйдет на иностранный рынок, или у вас появятся иностранные клиенты, и вам придется переводить этот курс? Поняла ваш вопрос, спасибо. Вообще, раньше у нас компания была русско-американская, и база знаний у нас была на русском и на английском языках, именно вот эти статьи. онлайн-курс мы запускали уже в тот момент, когда стали частью «Газпром-медиа», и мы точно не станем интернациональной компанией, но насчет интернациональных клиентов, я думаю, что когда они появятся снова, потому что сейчас компания у нас, грубо говоря, разделилась на две части, и вторая часть компании осталась в Америке, и мы к ней, к сожалению, уже не имеем отношения, если раньше у нас был вот этот курс, да, на американских клиентов и на англоговорящих студентов, получается, то сейчас пока ничего нет, но если оно появится, в принципе, мы будем создавать для них тот же самый онлайн-курс. У нас есть уже большая, ну, большой объем практики общения на двух языках, и я не думаю, что это будет большой проблемой для того, чтобы вернуться к тем статьям, которые у нас остались на английском языке, и опять-таки актуализировать их и превратить в онлайн-курс. Вы бы скорее записывали, например, лекцию на английском языке такую же, или субтитры вы подключали? Я думаю, что скорее всего мы бы подключали субтитры, потому что они все наши эксперты, владеют достаточно английским языком для того, чтобы правильно рассказать информацию, и легче потом уже специалистам, которые знают английский язык на достаточном уровне для того, чтобы правильно технически передать информацию, написать эту информацию по скриптам разговора и вставить в качестве субтитров. Я думаю, что это будет более правильно. То есть, да, с одной стороны ты видишь спикера, и ты понимаешь там и эмоциональный фон, да, и он рисует схемы на доске, там, либо на флипчарте, он рассказывает те же слайды, которые ты видишь в презентации, но при этом ты можешь прочитать на английском. Кроме того, опять же, у нас есть те лекции, которые спикер рассказывает на основе той презентации, которая дополнительно идет к видео-лекции, то есть отдельно презентации, отдельно видео-лекции на основе этой презентации, где на полэкрана есть та же самая презентация. Я думаю, что если будут субтитры и будет презентация, переведенная на английский язык, то англоговорящим студентам будет легче воспринимать информацию. Да, спасибо. Еще последний вопрос от меня. А вы смотрели курс о том, как готовить курсы или набивали шишки по мере записи создания? Мы не смотрели курс, мы читали много статей, публикаций на эту тему, но на самом деле, когда мы начали готовить курс, все как-то прошло само собой и какие-то советы, они не нашли свое применение, а при этом какие-то советы вообще сработали ровно наоборот. Опять же, с тем же спикером, как раз до этого было сказано, что кто-то приглашает экспертов изменить для того, чтобы они правильно прочитали курс. И действительно, мы читали такой совет, что лучше приглашайте тех, кто правильно зачитает, но когда мы начали готовить материал для того, чтобы наш приглашенный эксперт смог его прочитать, мы поняли, что он просто не поймет, о чем он будет читать, он не сможет передать эту информацию. И лучше своих внутренних экспертов как-то попытаться превратить вот в этих спикеров, чем спикера из вне превратить во внутреннего эксперта. Поэтому советы есть советы, но все-таки, наверное, стоит прислушиваться к опыту собственной компании и понимать, на что способны сотрудники. И никто, пожалуй, так хорошо и с душой не расскажет о своей работе, как люди, которые действительно ее делают. Кстати, о людях. Алина нам напомнила, что есть еще аспект, который мы не очень освятили, о том, как сотрудники самой компании получают информацию, которая предназначена только для внутреннего использования, а не предназначена для клиентов. Не совсем поняла вопрос. Я могу словами его произнести. Смотрите, вот у нас в компании есть внутренняя база знаний, на базе знаний и внешне. Клиентам мы даем сервис, мы им рассказываем, как они могут воспользоваться. Сотрудники же должны оказывать услуги. И мы сотрудникам даем информацию о том, как они оказывать должны эти услуги, где что лежит, вот что такое. Вот у вас сотрудники как узнают база знаний или вы тоже их по видео обучаете? Ну, нам в этом случае наверное повезло, потому что у нас открытая платформа и половина, нет, даже большая часть наших клиентов является селф-сервис клиентами, то есть теми, кто абсолютно так же, как наши сотрудники работают в этой платформе. и получается, что поскольку большая часть людей знает всю ту же информацию, что и наши сотрудники, нам нет такого разделения на два потока информации. Но при этом могу сказать, что у нас есть еще и внутренняя рассылка, если нужно, да, у нас не так много информации, которую мы даем сотрудникам, которую невозможно дать клиентам по каким-то определенным причинам, например, она закрытая, мы обычно всю информацию передаем через внутреннюю рассылку, она проходит раз в две недели. Если у вас именно в принципе вся информация делится на два потока, то я бы советовала создавать либо два онлайн курса, либо где-то действительно легче просто базу знаний сделать. Тут опять-таки важно учитывать обучаете вы с нуля, если у вас такая задача именно заменить базой знаний обучения с нуля, либо вы уже просто даете информацию, даете какой-то источник информации тем людям, которые уже работают и знают продукты, просто у них возникают в процессе работы какие-то вопросы. А у вас есть что-то типа такого справочника сотрудника. Ну, то есть я пришла к вам в компанию, к примеру, представим, как мне получить отпуск, где мне когда получать зарплату, такие вещи. Это же тоже информация для меня, как для сотрудника, она для меня важна. Да, но для этого у нас есть welcome book. У нас немножко разграничивается информация, потому что welcome book это больше HR и больше информация по устройству компании, процессов внутри компании, а есть именно обучение сфере, продукту, вот этому всему. Так как это технологический сложный такой продукт, это платформа, у которой тысячи фичей и инструментов, и знание их, оно в принципе определяет успешность твоей работы с этой платформой, тогда, конечно, нам пришлось создавать этот онлайн-курс для того, чтобы обучать сотрудников, клиентов работе с этой платформой. Я поняла, спасибо большое, да, просто это у меня как человека, который то и то делает. Алина, спасибо за вопрос, заточнение. Кстати, они думали по горячим следам для HR, для welcome, для новичков сделать тоже видео обучающие, сделать на той же платформе, может быть, с отдельными правами, чтобы там были живые люди, живыми эмоциями, рассказывали бы, может быть, про компанию, так как есть, как привыкли, это лучше передает знания. Вообще, это отличная идея, мы до этого как-то не задумывались, кстати, надо будет тоже предложить. Да, и опять-таки платформа GetCourse, мы ее выбрали, потому что есть возможность ограничивать в правах каких-то студентов либо давать больше права другим студентам, добавляя их просто в определенные группы. Вот, поэтому, если кому-то нужно будет создать онлайн-курс, но при этом распределить курс по нескольким потокам, одному потоку будет доступен один набор уроков, другому потоку другой, то GetCourse тоже справится. Кстати, о самом контенте. Очень классно было сделано замечание, что вы проводили некое тестирование текстов, и, например, лучше вместо инфинитивов можно использовать, писать конкретные императивы, используйте то-то и то-то. Как вы к этому пришли? Ну, честно говоря, сразу приходит Иляхов с его инфотекстом. Как вы, может быть, тестировали свои материалы на курсе? Ну, во-первых, могу сказать, что Ильяхова мы очень любим, и, да, в принципе, можно сказать, что его советы, они очень сильно повлияли на нашу подготовку онлайн-курса, то есть мы, опять-таки, сокращали очень сильно текст. Если где-то можно было выбросить что-то, либо где-то была тавтология, прям вот, наверное, вы вычитывали текст раз по 40 каждый, и это была очень длинная работа, но при этом действительно инфинитивы, мы поняли, что они лучше работают, потому что, во-первых, они занимают меньше текста, можно сделать это два слова, и сделать это одно слово, во-вторых, это обращение к читателю, это как звоночек каждый раз, он вроде читает, 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 а потом к нему обращается, и он встрепенулся, и такой, ага, надо так сделать, и он чувствует вот этот диалог, то есть он не читает просто инструкцию, которая неживая, которая, ну, просто рассказывает, что и как делать, обезличная, а он именно чувствует разговор, и когда ты разговариваешь с человеком, ты лучше запоминаешь информацию, а здесь вот эти инструкции, ну, они просто в голове остаются лучше, наверное, так, вот, но мы увидели, что это лучше работает, и воспринимается нашими коллегами лучше, то есть мы отдавали два-три варианта текста, и, ну, каждый раз выигрывал текст именно с такими побудительными глаголами. А, то есть это такой живой фидбэк был от людей? да, да, но у нас была микровыборка два человека, но в любом случае на их опыте мы смогли построить такой онлайн-курс. У меня еще вспоминается из начала доклада одна из болей, что была сложная коммуникация между отделами, и что часть проблемы, видимо, крылась в терминологии, когда люди не могли найти общего языка. Да. Может быть, совместная запись курса, совместная работа над ним как-то изменила ситуацию, и люди начали друг с другом больше общаться? Был такой, может быть, побочный эффект? Ну, да, 50 на 50. Первое, это то, что наши сотрудники стали друг с другом общаться, и стали у них была вот эта проблема непонимания языка друг друга, да, одна команда не понимала языка другой команды, и наша задача, задача вот этого курса, она была унифицировать этот язык, привести все к одному, и в процессе подготовки онлайн-курса, во-первых, команды друг с другом соприкасались, постоянно обсуждали, как правильно сделать, то есть они уже в процессе подготовки находили этот общий язык, находили это унифицированное определение каждого инструмента, каждой фичи, и плюс, когда они прошли еще раз, ну, у нас же не все коллеги были задействованы, после того, как все коллеги всех трех команд прошли это обучение и прочитали эти определения, они у них отложились в голове, они стали лучше друг друга понимать, наша сейлс-команда начала правильно передавать свои хотелки, так скажем, рассказывать, что им нужно, то есть они до этого слишком упрощенно, возможно, говорили, и наши адопт-менеджеры, конечно, как технические люди, они не всегда понимали, что от них хотят. Кажется, заодно повысилась экспертиза у сейлс-менеджеров. Да, в любом случае повышение экспертизы, я думаю, что было в принципе у всех команд, у сейлс-ов скорее самое большое повышение экспертизы, потому что они меньше всего соприкасаются с техническими моментами платформы, то есть если адопт-менеджеры, аккаунт-менеджеры, они постоянно соприкасаются с платформой с точки зрения терминов, понятий и так далее, процессов, то сейлс-команда, она знает больше преимущества продуктов, чем вот эти технические детали. И на самом деле одна из этих проблем как раз заключалась вот в этом недостатке экспертизы. и когда обучение одинаково технически прошли все, включая сейлс-команду, экспертиза, она выровнялась. И это дало такой толчок к нормализации коммуникации между командами. То есть это действительно было решением одной из болей и примерно как планировали решить, так и решили. Да, да. Ну, конечно, до сих пор остаются и вопросы, особенно от клиентов, и какое-то, ну, бывают какие-то моменты, но типичные вопросы, поскольку их было много, и они все повторялись, мы, нам удалось сократить, потому что мы понимали, что так, вот на эти вопросы нам точно нужно дать ответ. И на те вопросы, на которые мы в рамках онлайн-курса прямо вот, прямо как вопрос и ответ давали, на эти вопросы у нас, ну, количество этих вопросов у нас сократилось. Классно. Я сейчас пока вижу, что новых вопросов и поднятых рук нету, но людей у нас немножко, поэтому я просто включу всем звук при желании пообщаться и задать какие-то вопросы или как-то поделиться своими впечатлениями, чтобы это было бы свободной дискуссии. Так, я думаю, система должна это отреагировать. И по правилам конференции пока даже на текущий момент можно уже начать немножко собираться с мыслями, потому что за самый интересный вопрос, который больше всего запомнился или больше всего понравился, это уже наличный выбор, организаторы дарят книгу, поэтому есть пятиминутка подумать об этом и выбрать какой-то вопрос. так, тишина у нас. мне в докладе очень понравилось, когда коснулись момента, что вроде как курсы записывали и для клиентов, и для себя, но он произвел такой маркетинговый эффект еще, что люди были очень довольны и это как-то улучшило пользование продуктом. Это как бы чуть-чуть ожидалось или вот было прям совсем? Ну, у нас была задача, на самом деле мы не думали, что будет такой эффект, у нас была задача скорее сократить вот это количество вопросов и да, мы надеялись, что когда клиенты поймут какие-то определенные инструменты платформы, они начнут ими пользоваться, потому что у нас было большое количество инструментов, которые ну просто отлично повышают эффективность рекламных компаний, но они не используются, потому что они тяжелые для того, чтобы ими пользоваться, то есть их нужно понимать, чтобы использовать в рекламных компаниях. Мы сейчас видим, что ими действительно стали больше пользоваться, да, еще не так, как хотелось бы широко, но гораздо больше, чем было до того, как мы начали обучать коллег и клиентов. И при этом на самом деле у нас коммуникация была еще и с клиентами не всегда такая хорошая, потому что клиентам очень тяжело иногда объяснить какие-то моменты, почему, например, не знаю, будет ли понятен мой язык сейчас, почему нужно на свой сайт вставить вставить макрос в ссылку, почему нужно давать доступ к сторонней системе аналитики, которая показывает пост-клик показатели, они этого не понимали и не предоставляли нам ни того, ни другого, при этом они требовали от нас той оптимизации, которая касалась бы вот этих пост-клик показателей и удивлялись, почему мы не можем этого сделать, а мы не можем этого сделать, потому что мы не видим и опять-таки это один из тех вопросов, которые мы старались решить онлайн-образованием, то есть в течение курса мы давали ответы на все эти вопросы, мы пытались рассказать, почему важно вот это, почему важно то, как не нужно делать, то есть у нас есть прям отдельные блоки в нескольких уроках ошибки и как их исправить, рекомендации и объяснение, почему то или иное действие приведет к тем или иным последствиям, то есть ну, наверное, в первую очередь задача нашего онлайн-курса было решить какие-то вот эти боли коммуникации, которые возникают как внутри команды, так и во вне компании, и когда мы увидели, что студентами нашей платформы стали не только клиенты, но еще и конкуренты, например, мы поняли, что эти проблемы бывают у многих, и ну, это действительно та, наверное, общая проблема всего рынка, когда незнание каких-то мелких деталей программатик, оно влечет за собой большие проблемы, вот, и поэтому мы очень рады, что смогли, ну, что сработал вот этот маркетинговый ход, да, чтобы получился такой масштабный проект, и поэтому мы сейчас собираемся делать программатик комьюнити, влиять на рынок, потому что, ну, а кто, если не мы? Ну, никто, больше никто этого не делал, и программатику уже очень много лет, и если до сих пор никто этого не сделал, то нужно брать инициативу на себя, вот. возможно, сейчас как бы ваш курс вдохновит другие компании сделать, и начнется конкуренция. Возможно, но мы этому не противимся, не боимся этого, почему? Потому что все-таки главная цель курса это упростить работу, и если наши конкуренты будут это делать, то, ну, пусть они свою работу тоже упрощают, мы не против. Кстати, вы заговорили о конкурентах, а есть уже какие-то мысли о защите авторского права? Потому что кажется, что этот курс настолько новаторский и притом подробный и полезный, что он, возможно, будет востребован и для конкурентов, и для кого-то еще, помимо ваших клиентов. Мы думали об этом, но пока вот как-то в фоновом таком режиме, но, к сожалению, после того, как мы запустили курс, в принципе, да, мы его запустили в феврале, в марте мы уже все ушли на карантин, и сейчас у нас нет такого вот, ну, это, наверное, не та первостепенная задача, к которой мы возвращаемся. Пока все работает, и мы видим статистику, и, не видим каких-то отклонений, и не видим, что конкуренты начинают что-то готовить, мы только видим, что они изучают наш курс. Да, мы особо, ну, наверное, пока просто оставляем вот где-то там на будущее этот формат, это решение проблемы, но надеемся, что он просто не понадобится. Да, желаю вам в этом удачи и успехов. спасибо. Напомню все-таки о том, что у нас нужно будет выбрать какой-то самый интересный вопрос. Вопросов было задано много, я даже, наверное, затруднюсь вспомнить все, чтобы перечислить так вот, какое-то меню. Наверное, самый лучший вариант это как-то, вот, на что было интересно отвечать, может быть, или что зацепило, или как-то запомнилось. Мне понравился вопрос про сейчас ну вообще, наверное, два вопроса можно выделить. Первый это про англоговорящих клиентов, это действительно было одним из наших вопросов, но так получилось просто, что в процессе подготовки мы разделились и это стало неактуально, но мы задавались этим вопросом, на самом деле у нас есть обучающие уроки на английском языке, для этого мы просили делать скринкаст инструкции наших американских коллег, и когда мы поняли, что Adobe команда она только в России существует, то есть у нас есть были коллеги в Америке, но при этом экспертизы обладали только русские коллеги, вот, это был действительно вопрос очень актуальный, возможно, он мне интересен, потому что он в принципе затронул нашу компанию, но мне он понравился, и второй вопрос это про то, стоит ли оставлять внутреннюю базу знаний, но опять же я сказала, что наша внутренняя база знаний, она в принципе перетекла в этот онлайн-курс, и он, то есть каждый желающий может в принципе просто зарегистрироваться в курсе, не проходить сертификацию, тестирование, просто пользоваться нашими материалами в любой момент для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, вот, но сам вопрос мне тоже понравился. Так, выборка осозналась, осталось выбрать один из двух, АБ-тестов. Ой, ну давайте про американских клиентов, это было необычно. Так, если я правильно помню, вопрос задавала Ольга. Да, по-моему, да. Ольга, помогите, пожалуйста. Ольга подает лайки, что да, это был ее вопрос. Ольга, спасибо за интересный вопрос, приз спикерских симпатий, назовем его так. Наталья, спасибо вам огромное и за доклад, и за максимально подробные, интересные ответы, потому что каждый ответ порождает новую волну интересов, новую волну вопросов, хочется прямо узнать все-все-все, плюс вы так щедро делитесь этой информацией, так подушевлены, что это кажется просто бесконечным процессом. Я прошу прощения, спасибо за ваш энтузиазм. Да, я знаю, что я иногда заговариваюсь, я просто очень волнуюсь. Это супер, спасибо. Да, вот, поэтому если было много воды, я прошу прощения, сразу вам осторожно. было много конкретики как раз, это очень классно, это именно щедрое такое, поделиться опытом, поделиться информацией, и сразу становится понятно, откуда, какие выводы, и плюс хочется узнать больше, больше и больше, это как по нарастающей, вот, вы, наверное, сами, как преподаватель на вашем курсе. да, возможно, тайный. Спасибо большое за то, что слушали доклад, я надеюсь, что он действительно был полезным, если будут какие-то вопросы, я всегда рада на них ответить, можно в Телеграме, на Фейсбуке, где будет удобно, и мои контакты есть еще на сайте конференции, если вдруг понадобится. на сайте конференции можно заполнить анкету с публичными контактами, где можно потом написать вам. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Всем приятного вечера. Приятного вечера. До свидания. До свидания.